Да, и не только в Антраците, в Станично-Луганском районе, по всей, практически по всей территории Луганской Народной Республики. Сегодня в 4 часа утра состоялись торжественные памятные мероприятия. Свеча памяти зажигали где в виде звезды, где в виде буквы Z и так далее, и так далее. Но акция-то всероссийская, как и минута молчания, которая ожидает нас в этом часе. Но мы продолжаем программу здесь и сейчас в студии двоеведущих Ярослав Замета. Добрый день, Юрий Сидерский. И мы представляем вам нашего гостя, доцента, доцента кафедры товароведния и экспертизы товаров Далевского университета, кандидата экономических наук Петра Ткачука. Петр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Я в очередной раз очень рад у вас быть в гостях. Взаимно. Петр Юрьевич, ну расскажите о кафедре, о направлениях подготовки, осуществляемых на кафедре. При великим удовольствии наша кафедра, кафедра товароведения и экспертизы товаров, она была образована в 2008 году с целью фундаментальной подготовки очень высококвалифицированных специалистов в области товароведения и экспертизы товаров, которые могут работать в различных сферах и отраслях, в сфере обращения, в сфере торговли, это естественно. И в настоящее время наша кафедра входит в состав экономического факультета Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Мы занимаемся подготовкой специалистов, обладающих необходимым уровнем профессиональных компетенций в области товароведения, экспертизы товаров, оценочной деятельности, управления качеством и безопасностью товаров, основ защиты прав потребителей, международного технического регулирования и также таможенного дела. На нашей кафедре мы занимаемся обучением бакалавров по направлению товароведения, профиль, товароведение, экспертиза и оценочная деятельность, что сейчас очень и очень актуально, именно подчеркну оценочная деятельность, также и магистратура по магистрской программе товароведения в области экспертной и таможенной деятельности. У нас виды профессиональной деятельности наших выпускников включают очень широкую сферу, это торговая, закупочная деятельность, организация, управление в области товарного менеджмента, торгово-технологическая деятельность, оценочная, аналитическая, экспертная, консалтинг, научно-исследовательская и даже и педагогическая деятельность. Наши студенты получают следующие профессиональные навыки, это аналитика, коммерческое предложение в сфере торговой деятельности, организация закупок и поставок товаров, осуществление связи с поставщиками-покупателями, также аналитика спроса, рыночная аналитика, разработка различных мероприятий по стимулированию сбыта, также идентификация, оценка качества, безопасности товаров, диагностика дефекта, выявление опасной, некачественной, фальсифицированной продукции. В общем можно сказать, что мы стоим на страже товарной безопасности нашей Луганской народной республики. Ну это так, очень-очень в целом, на самом деле товаровидение это такая вот большая-большая платформа для очень большого количества квалификаций в сфере торговли. То есть там, где торговля, там мы, и мы стоим на страже. Ну а кем могут работать ваши выпускники? Ну, прежде всего, так как я сказал, то что профессия товаровед это платформа для широкого круга возможностей применения своих квалификационных, профессиональных качеств, у нас на кафедре никогда не было проблем с трудоустройством наших выпускников, которые пользуются огромным спросом на рынке труда и расхватываются, как горячие пирожки, и получив образование на нашей кафедре, выпускники наши работают успешно товароведами, ну естественно, конечно же, это товароведы торговых и производственных предприятий, а также работают в таможенных органах. Наши выпускники работают коммерческими директорами, бренд-менеджерами, аудиторами по качеству, также могут работать и работают, моя дипломница, экспертами в центрах экспертиз различных государственных органов и коммерческих организаций, также в сфере, в структуре таможенных органов, это следующая моя выпускница-магистрантка, она там уже работает, даже еще ее взяли до окончания обучения, так как она там хорошо себя зарекомендовала на практике. Также наши студенты работают и менеджерами по закупкам, и сотрудниками отдела по защите прав потребителей. Вот все мы широко знаем передачи «Знак качества» и «Контрольная закупка». Так вот, эти передачи широко показывают как раз нашу профессиональную деятельность товароведов изнутри и доказывают то, что профессия товаровед, она всегда будет востребована, пока будут товары и товарное производство. Кстати, вот вы уже одну свою студентку, да, уже рассказали о ее достижениях. Где еще работают ваши студенты, вот какие достижения кафедры и достижения ваших студентов? О, ну, достижения студентов, они неразрывно связаны с достижением кафедры и профессорско-преподавательского состава. Вот, необходимо отметить то, что прежде всего наша кафедра является очень активным участником научной деятельности на международном уровне. Это конференции, конгрессы, форумы, проходящие в Москве, Петербурге, Воронеже, Рязани, Тюмени, Ярославле, Минске и многих других городах России и Белоруссии. Вот, буквально за последний месяц наша заведующая кафедра, кандидат технических наук, доцент Попова Яна Андреевна, она заняла первое место во втором международном научно-исследовательском конкурсе «Молодой ученый года-2022», который прошел в городе Пензе Российской Федерации 25 мая этого года. Организатором конкурса выступил Международный центр научного сотрудничества «Наука и просвещение». Кафедра и профессорский преподавательский состав являются многократно лауреатами конкурсов, научных работ, награждены грамотами и сертификатами. Вот студенты даже первого курса, подчеркну, первого курса, в частности, вот Аркадий Бондарев наш, в этом году, в апреле месяце, он занял второе место в Республиканской Олимпиаде по экономике, для неэкономических специальностей, что это очень почетно для нас. Наши студенты также неоднократно являются участниками всероссийских проектов. И на сегодняшний день вот наша студентка второго курса, Виктория Матейко, она отправляется во Владивосток на две недели, как участница всероссийского проекта «Летний лагерь». У нас на кафедре проходят очень широко международные мероприятия. У нас каждое мероприятие является международным, так как мы поддерживаем очень широко связи со многими-многими вузами и городами Российской Федерации, ну и Белоруссии. Вот у нас проходит очень интересный круглый стол проблемы качества и безопасности потребительских товаров. Также международный форум, посвященный Дню защиты, защиты права потребителей 15 апреля ежегодно. Потребители знают свои права. Он называется «Студенты» у нас организовывают в рамках этого форума, помимо научной составляющей, у нас также и практическая. То есть, что это такое? Мы проводим экспертную оценку, потребительскую экспертную оценку наиболее востребованных товаров. То есть, мы проводили дегустации зефиров, шоколада и тому подобное. Вот точно так же, как в программе «Знак качества», мы раздаем фишечки, и эти фишечки все участники голосуют за тот или иную там марку, торговую марку определенных товаров. Также у нас проходит ежегодная международная конференция товароведения и коммерческая деятельность, актуальные проблемы исследования и инновации, которая привлекает очень много участников с просторов России, Белоруссии. И у нас сборник по результатам этой конференции, там около 500 страниц выходит. Также у нас проходит международный ежегодный форум, лента памяти. В этом году он был посвящен 80-летней годовщине организации деятельности «Молодая гвардия». И очень-очень много у нас гражданско-патриотических мероприятий, научных мероприятий, ну и других достижений. Кстати, сегодня, наверное, ваши студенты участвовали в акции «Свеча памяти». Да, конечно, наши студенты всегда откликаются и являются тоже активными участниками всех гражданско-патриотических мероприятий. Ну, а я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям, мы сейчас прервемся для того, чтобы в рамках всероссийской акции «Минута молчания» также почтить память всех, чьи жизни унесла и на полях сражений, и в тылу, и в концлагерях Великая Отечественная война. И мы призываем наших телезрителей и радиослушателей также вместе с нами встать и почтить память «Минутой молчания» после небольшого информационного баловока. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. В самой кровопролитной войне погибло 26 миллионов советских граждан. Оккупанты разрушили свыше 1700 городов и поселков. Более 70 тысяч сел и деревень. Мы помним нашу историю. 22 июня. В 12 часов 15 минут присоединяйтесь к всероссийской акции «Минута молчания». «Минута молчания». «Минута молчания». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он был участником Великой Отечественной войны в составе разведруты 72-й Евпаторийской гвардейской дивизии 282-го взвода. Мой дедушка лично служил под командованием, так как он был разведчик ДРГ отделения у него было, лично под командованием Жукова. Он ему вручал орден, и дедушка прошел от наших земель. Он был освободителем Саур-могилы, расчищали плацдарм для ударной группировки Саур-могилы, Севаш, дальше Сапун-гора, и закончил свой подвиг он в Латвии. В последний орден ему хотели вручать, у него пять боевых орденов, вернее, четыре боевых ордена и одна боевая медаль. Ему последний орден хотели вручать посмертно, но он выжил. И на счету дедушки девять приведенных языков и одиннадцать убитых немцев. Это я узнал уже с его краснохвардейской книжки. Так что вечная им память и вечная слава, которую мы никогда не должны забывать. Никто не забытый, ничто не забыто. Вечная слава, вечная память героям. Давайте продолжим говорить о тех, кто живет и учится благодаря подвигу наших дедов и прадедов, у многих еще и отцов. Поэтому продолжим говорить о кафедре товароведения, экспертизе товаров Далевского университета. Какие документы нужны для того, чтобы поступить на направление подготовки товароведения? Да, с удовольствием расскажу вам об этом. Сразу хочу сказать, что у нас можно подавать документы как на бакалавриат, то есть на первый курс, так и после колледжа, на третий курс по сокращенной программе, так и в магистратуру. В магистратуру можно подавать документы на основе документов о образовании и других специальностей. Перечень документов, он следующий. Прежде всего, это документ государственного образца о полном среднем образовании или о другом уровне образования. Также медицинская справка 086, все ее прекрасно знают, 6 фотографий цветных сертификат, ЕГЭ, если он есть по выбору оригинал или копию. Потом также копию паспорта, копию идентификационного кода и другие документы, которые очень внимательно объяснят и примут в нашей приемной комиссии. Так что милости просим, всегда рады всем абитуриентам на нашей кафедре. Ну и вопрос, наверное, еще пятый. Вот выпускника Далевского университета. Меня, да. Ну, как вас найти в интернете на самом деле? Сайты какие-нибудь? Может быть, у каждой кафедры даже есть сайты? Конечно же, у нас есть и сайты наши, наш сайт Далевского университета, там мы представлены. У нас есть группы в ВКонтакте, именно наши кафедры нашего факультета, экономического факультета. У нас есть свой YouTube-канал, где проходит наша передача «Сам себе товаровед». Это отдельная тема для разговора, это очень интересно. И также нас можно найти непосредственно в Далевском университете. Мы находимся во втором корпусе, 113-я аудитория, это наша кафедра. И буквально рядом в синем нашем красивом небоскребе, это сейчас проходит прием документов. Там работает наша приемная комиссия, и все с удовольствием очень внимательно объяснят, примут документы, решат все проблемы, все вопросы, ответят на все вопросы. Так что милости просим, всегда мы рады вас видеть. Конкурс обычно большой? Конкурс у нас 10 бюджетных мест, которые мы, естественно, мы заполняем эти 10 бюджетных мест. Пожалуйста, приходите. Остальное все... Контракт. Да, конечно же, это контракт. Ну, я вам хочу сказать то, что лицензия, вверенная нам, она позволяет принять 50 студентов на первый курс. Так что, пожалуйста, приходите, всем рады будем и видеть, и дальше обучать вас, конечно. Ну, по поводу сам себе товаровед, вот есть у нас еще 3 минутки, если вкратце, то можно. О, это очень-очень интересно. Наши преподаватели вместе со студентами, они проводят такую вот потребительскую экспертную оценку самых-самых таких потребительски значимых товаров. Допустим, именно я непосредственно, Петр Ткачук, проводил экспертизу, как можно выявить фальсификат, контрафакт сливочного масла, как можно определить качество сливочного масла просто в домашних условиях. И, помимо этого, мы еще проводим такой маленький анализ рынка и рассказываем о тех правилах, которыми можно руководствоваться при выборе того или иного товара в торговых сетях. Я слышал, что молочные продукты проверяют йодом. Да, это правильно. Это йод, потом жиросодержащие продукты, такие как масло, сливочное масло, конечно же, проверяется и в кипятке, и проверяется и нагреванием. И сразу видно продукты, которые содержат растительные жиры и настоящие наши продукты, которые мы должны потреблять. Ну да, плюс очень часто под температурой себя ведут продукты. Сметана, например, магазинная, она как бы на горячих пельменях лежит горка, а сметана домашняя сразу же растворяется и оседает. Да, и ослаивается на фракции, на различные ослаиваются. Конечно, этому всему мы учим. Ну и помимо этого, конечно же, у нас есть своя лаборатория, и там уже в лабораторных условиях студенты проводят определенные экспертизы качества товаров. Так что приходите, это очень интересно, я так создал маленькую интригу, приоткрою, да, и приходите, мы всему вам, все вам это будем рассказывать и обучать вас. Ну да, существует очень много различных, не только химических, да, скажем так, анализов, существует много разных возможных вариантов, как проверить товар, да, и потреблять действительно качественные продукты и пользоваться качественными вещами. Что ж, у нас в гостях был доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Петр Юрьевич Ткачук, приходите к нам еще. Ну, по результатам уже, сколько к вам придет студентов, расскажете, может быть, поделитесь еще секретами. Будем ведать о товарах, все. Хорошо, спасибо большое и всего доброго, до новых встреч.